Вопрос очень хороший. Скажу одно. Уровень любого президента это приблизительно 40, минимум, 40 лет, и максимум, ну, неограниченно. Если мы берем по вопросу Украины, то этот человек выращен где? В СССР. Мы дышали одним воздухом, мы читали одни и те же книги, мы воспитывались именно в том поколении, именно в тех условиях, знаешь, в совковых условиях, в стадном условии. Нам было комфортно. И, конечно, если сравнивать будущего президента седьмого там инаугурация, то, конечно, я бы хотел, чтобы он походил все-таки умом на Владимира Владимировича, чтобы он все-таки просчитывал, просчитывал те варианты, которые ждут Украину, которые, возможно, будут ждать ее, какие-то последствия. Да, мы именно рождены в СССР. И именно самая большая беда, то, что наши братья, брат брата убивает, сестра сестру убивает, чтобы не допустить. Я думаю, что Порошенко все-таки осознает, осознает те потери, которые он творит. У него этот шанс один из миллион, потому что он еще не в крови, именно Порошенко не в крови. Он не принимал условия. Вот после седьмого, если он не остановит то, что происходит сейчас в Украине, тогда он будет кровавым президентом. У него сейчас есть большой шанс. Я могу тебе хлеще сказать, что вот те ребята, которые сейчас, их там тысячи человек, я имею в виду в Донецке и Луганске, ты знаешь, что сейчас из-за них зависит состояние нашего земного шара, мира. Элементарно скажу, что если сейчас их подавят, их подавят, туда войдут европейцы, туда войдет блок НАТО, туда войдут америкозы. Соответственно, мы отходим дальше, мы идем на восток, мы идем в мусульманство. Что произойдет дальше? Война между мусульманством и прочее, прочее. Это к чему может привести? К атомной войне. А если ребята останутся, то, соответственно, тогда американцы теряют свою власть. Тогда будет равновесие, ну, хотя бы как в 80-х годах. Уважение и боясь в одном флаконе.